здравствуйте уважаемые участники меня зовут дмитрий гуляев я директор учебного центра завода армалит заводу нашему 145 лет если кто не знает расскажу предприятие полного цикла у нас 1300 сотрудников средняя численность штата порядка 20000 наименований изделий более 500 станков сколько производственных площадей я так не помню вот в общем предприятия по меркам частного бизнеса большое по меркам государственного наверное маленькая так вот он выглядит сейчас немного по-другому компания вступила в национальный проект восемнадцатом году вот к нам приезжали представители раз атома провели нашу оценку аттестацию сертификацию и с девятнадцатого года мы включились в процесс бережливого производства и национального проекта развития производительности труда получили вот такой диплом признали нас и нашу собственную производственную систему но занимаясь бережливым производством и обучение сотрудников бережливого производства столкнулись с такой проблемой что на рынке труда мало производственных рабочих производственных производственных как обученных производственным профессиям вот и для того чтобы свои потребности в кадрах удовлетворять приходится торговаться за рабочих тем самым повышать себестоимость продукции директора приняли решение что мы организуем собственный учебный центр и будем предподавать профессии обучать профессию значит 14 февраля мы получили лицензию 22 у нас февраля состоялась презентация учебного центра и с тех пор мы официально обучаем своим профессиям цели создания учебного центра это вовлечение персонала систему ценностей завода поддержка людей при необходимости смены профессии привлечение молодежи в машиностроительную отрасль сохранение уникальных знаний и технологий завода их много постоянное повышение компетенций ну и самая главная задача это разумное обеспечение производства эффективным персоналом то есть без завышения стоимости исходя из этих целей поставлены задачи обучение рабочим профессиям у нас больше 20 разработанных программ уже на данный момент аттестация персонала с выдачей свидетельств обучение наставников консалтинг сетевое взаимодействие с внешними предприятиями разработка процессов управления предприятием также промышленный туризм фотографии которые вы видите там из учебного процесса а также из как это экскурсии разных ресурсы учебного центра они в принципе используют ресурсы завода то есть у нас три учебных классов общей площадью больше 500 квадратных метров можем ими пользоваться порядка 150 станков щепу всех возможных групп в том числе и очень сложных есть уникальное оборудование там такие как расточные 11 севые станки вот кроме этого учебный центр сейчас разрабатывает программу по обучению таким профессиям как плавильщик это литейное производство формовщик в принципе сейчас по моему только в двух учебных заведениях учат это в корабелке и в политех и в питере вот значит у нас около 30 обученных наставников 10 штатных преподавателей собственно с ними мы эти программы разрабатываем и в инновационной методике обучения про них не скажу в общем инновационные и отработан алгоритм обучения за два года в учебном центре было произведено обучение в 19 учебных группах по разным специальностям порядка 90 человек прошли обучение на самом деле это не очень много но для наших мощностей я считаю что вполне достаточно основная масса это сотрудники завода но также мы привлекаем и обучаем на коммерческой основе то есть людей со стороны в том числе и по профпереподготовки которые имеют базовое среднее техническое или высшее техническое образование при этом хотят получить какую-то современную профессию там вот в основном учиться на операторов станков щепо и такие случаи что у меня были и врачи ну не то что врач мужик был техник стоматолог директора предприятия приходили обанкротившихся вот приходили учиться и индивидуальные предприниматели значит из 25 человек 15 операторов принято на завод остальные все тоже нашли себя в этой профессии работают на других предприятиях процесс реализации у нас профессиональное обучение проходит следующим образом мы проводим тестирование подготовку программы или использование существующие обучение проверку знаний естественно ведем поддержку а также планируем свою учебу на данный момент на двадцать четвертый год у меня уже запланировано обучение 67 человек и количество увеличивается здесь алгоритм обучения оператора станка щепо у нас три блока обучения введение специальность сама специальность и его аттестация все вместе это двести шестьдесят часов учебных там порядка ста тридцати восьми часов эта теория и больше ста часов практики если посмотреть на тех специалистов которые требуются заводу это специалисты очень высокой квалификации с точки зрения станков щепо это порядка пятого шестого разряда специалисты нам нужны из-за того что у нас и оборудование сложное и в основном не серийное производство мелкосерийное поэтому постоянно нужно вести переналадки оборудования и мы посмотрим на это дерево роста нужно обратить внимание сначала вниз слайда это первый уровень обучения когда к нам приходит человек на профпереподготовку имеющий там среднее базовое образование техническое вот но при этом в профессию еще не входил не знает ее учим три месяца двести шестьдесят часов и порядка для предприятия то обходится трехсот триста пятьдесят тысяч рублей мы с за коммерческий курс берем шестьдесят пять тысяч рублей компания тратит триста пятьдесят это обучение обучение аудитории наставники но самое дорогое это время эксплуатации оборудования там расчет ввели исходя из двух тысяч пятьсот рублей за норма час это там самая низкая в Питере цена наверное примерно столько обходится первый уровень обучения компании далее когда студент успешно сдает экзамены он приходит на спец стажировку то есть именно на то рабочее место где он будет потом свои трудовые функции осуществлять там порядка пятиста часов он работает здесь ему уже платят стипендию платят зарплату при этом он уже выполняет работу но под наблюдением наставника своего дальше идет самостоятельная работа там год он работает в бригаде в смену ходит выполняет производственные задания потом мы предлагаем ему повышение разряда это на следующий год после этого он еще работает по более высокому разряду дальше уже переходит обучение в уровень наладчика это еще дополнительные расходы и того у нас три года обучения оператор станка ЩПУ шестого разряда расходы порядка пятьсот восьмидесять тысяч предприятий то есть если компания теряет такой такого кадра то она теряет примерно такую сумму поэтому всегда идет борьба за собственных специалистов или за специалистов высокого уровня ну и задача по поддержанию учебного процесса значит это это субсидирование затрат там фонд оплаты труда содержание приобретения оборудования хотелось бы обратить на это внимание потому что все таки благим делом занимаемся да методическая помощь конечно нужна вот хорошо бы получить HR брендинг ну и какую-то создать инфраструктуру именно по направлению специального профессионального обучения у меня все спасибо за внимание вопросы спасибо спасибо у нас на заводе шесть обученных тренеров бережливого производства вот в двадцать третьем году мы проходили еще повышение квалификации в Москве в принципе эти тренеры преподавание ведут в том числе я читаю лекции провожу занятия да мы сами выращивали но естественно за счет федерального центра компетенции и регионального центра компетенции обучались а теперь учим сами сейчас вот группу я веду 19 человек у них есть конкретный проект они занимаются повышением производительности по направлению по атомному направлению по выпуску продукции у нас сейчас расширяется это направление Добрый день подскажите пожалуйста вот я услышала что у вас внутренние тренеры преподаватели да какие критерии по которым вы их отбирали и как вы их обучали готовили ну первый критерий по которым мы отбирали это мы смотрели за людьми которые участвуют в проектах по повышению производительности вот и самый важный критерий я считаю как в любом обучении это желание вот следующее ну естественно базовое образование ну и они должны проявлять лидерские качества должны хотеть преподавать завладевать вниманием аудитории им должно это нравиться так вот мы их оцениваем здравствуйте спасибо за информацию смирнов алексей макро емс вы в своей презентации сказали о том что у вас 20 рабочих программ и в том числе упомянули что нет методиста эти рабочие программы вы разрабатывали на какой базе кто был методистом я вам не говорил что у нас нет методистов извините значит я неправильно понял информацию но вы сказали что у вас этот вопрос там чайры методист так вот по поводу рабочих программ вы привлекали кого-то со стороны для разработки этих программ смотрите у меня перед тем как я пришел работать на армалит был опыт работы в военмехе я был доцентом на кафедре вот и разрабатывал программы вот научился у местных методистов потом мне предложили работать на армалите соответственно этот опыт я и принес на завод кроме этого у нас в учебном центре оформлен профессор целый зовут его Федор Николаевич Довыдовский правда он профессор по экономике но очень методичный дядька он после меня проверяет программы и вычитывает их и дает замечания поэтому у нас с точки зрения методик все отлично еще один вопрос по поводу как раз этих рабочих программ вы разрабатывали их ну это самостоятельная разработка или все-таки что-то подчеркнули откуда-то и доработали под себя я расскажу смотрите зачастую программы которые мы разрабатываем они наверное давно утрачены или есть каких-то других учебных заведениях например программа оператор станковщиков про которую я рассказывал и я ее преподавал еще в военмехе естественно была проведена доработка под особенности именно завода то есть частично она заимствована из военмеховской программы которую я также там разрабатывал вот допустим программа по плавильщикам она уже разрабатывается по действующему шаблону который мы утвердили вот но там применяются именно знания уникальные по литию у нас мы льем почти все материалы кроме чугуна то есть и сталь и бронзу вот и чугун в том числе кроме кроме титана мы льем вот простите я ошибся титан мы не можем лить потому что у нас нету вакуумных печей и соответственно программу разрабатывают сами плавильщики они являются в будущем наставниками производственного обучения главный металлург есть методист у которого тоже базовое образование литье варвара ее зовут в общем так и разрабатываем самое главное после того как мы обучим по этой программе проверять результаты у нас в принципе все хорошо да конечно комиссия собирается присваиваем разряды выдаем свидетельство регистрируем фрд приезжают с отдела образования нас проверяют в общем пока мы в зеленой зоне замечаний нет это и и и и и Продолжение следует...